Кукуруза Основное мое Сегодня я бы хотел Уделить внимание На посев зимой пшеницы То есть И использование сейлки Значит здесь Тезисно Сейлка DMC 6 метров шестерка Мы ее назвали М маленькая Это с небольшой Переделкой DMC 9 без переделки С опцией прикатывающего колеса И сейлка Бурго 8811 С серийными Сошниками Которые мы посмотрим Теперь что мы получили Цель сложности какой у нас Нам необходимо Посеять весной И проблемы весеннего сева И чтобы закрыть весенний сев И осенний сев Если кто-то возьмет Игорь Григорьевич Лопаткой Сними пожалуйста Верхний слой Ну вот допустим Где сейлка не проходила Давайте мы посмотрим Снимаем верхнюю Больше Где-то 10 на 10 Это вот вчерашний дождь Вот смотрите Вот пошел камень Шире и шире Игорь Григорьевич Если можно И шевелить вот этот комочек Который шевелится Вот этот комочек убираем Теперь посмотрите Вот давайте возьмем Вот этот комок И вот это подошва В которой должен Мы посеять семена Вот для интереса Посмотрите Если мы дальше будем копать Вот влажность Примерно будет вот такая То есть она не лепится совсем То есть это Когда сказали вопрос Какую норму нужно посеять Если Ну вот возьмем Прошлый год У нас было чудо И в августе месяце Прошли дожди Дождь прошел И те поля Которые были готовы Для посева Мы получили кущение Примерно равное По парам Но с другой стороны Развития не было Такого как на парах Ну по той причине Вы понимаете Это же припашка При любом Так вот Цель какова Нам нужно положить семена Если мы посмотрим Раскопаем борозду Игорь Ильич Помоги пожалуйста Вот Здесь у нас Какая сейлка работала Здесь девятка Стандартная сейлка Посев 19,5 Теперь мы смотрим Как мы сеем Мы сеем на глубину Для того чтобы Семена Не проросли То есть Если есть влага Мы пытаемся Идти за влагой Значит Вот этот год Был Ну немножко На такой Как бы сказать 50 на 50 В конце Июля месяца Прошли дожди При уборке Азимой И Влага была Соединилась Грубо говоря Можно было сеять Но сроки Не подошли На сегодняшний день Находится Зерно Ну вот здесь Где-то 8 сантиметров Цель наша Сеять В таких условиях На 5 сантиметров Чтобы 1-2 сантиметра Не спровоцировать Прорастание И ждать Выпадения осадков Норматив у нас такой 31-3 мы сеем В оптимальные сроки Это мы называем Оптимальные сроки Посев Когда влага Присутствует Потом 30% Средние сроки Независимо Есть влага Или нет И Третий Мы уже сеем На полную катушку На 2-3 сантиметра Это сеем Мы В поздний срок То есть Теперь смотрим Если прошел дождь Счастье Прибыло И все остальное Все площадя Мы продолжаем Сеять Для того Чтобы все росло Теперь вопрос Вот в этом году Игорь Григорьевич Ну получилось так Что вот мы там были Там Игорь Григорьевич Антон Я там еще ребята И вот в такую землю Можно сеять Или нельзя Пригнали сейлку Вот туда Начали настраивать Сейлку Ну то есть И Игорь Григорьевич Он агроном И он говорит Взойдет Я говорю Да брось Не может зайти Он взойдет Он говорит Сегодня буду ехать с работы Сегодня же Прямо Я возьму Прокопаю бороздку Ну не прокопаю Положу семена Вчера приносит А уже росток такой Вот для интереса Мы можем Если интерес есть Это вот У нас урал Вот стоит там Манипулятор для загрузки И вот у той опоры Оттуда Игорь Григорьевич Подъезжал Проросток уже такой Вот просто Лопату берем Копаем и смотрим Теперь Что это достигает Как попасть В эту сейлку У нас сейлки Мы использовали Дисковая сейлка Не пробивает Эту Ну для интереса Мы сейчас можем Пригласить Вот эту сейлку Вот где она там ходит И она проедет Вы посмотрите То она может На 10-12 сантиметров Положить Особенность этой сейлки Если мы берем Вот эту сейлку Давайте подойдем Обычная сейлка Стандартная Здесь стояли Граблины Вот здесь стояли Граблины Одно поле И все граблины Улетели То есть По камню Она отбивается Любая сейлка Заинтересована Посеять Как можно больше Сделать выработку То есть Вот эта сейлка Вот эта сейлка Идет со скоростью На этом поле 6 километров в час Показываю Если кто Специалисты Должны видеть То есть Отбивается Стойка Выстреливает Стойка На вот этих вот местах Я показываю Вот эти вот места Вот камень Стойка вылетает Отключается Здесь мы используем Вот эту сейлку Ну как бы Базовую Если нам нужно посеять На 3 сантиметра На большой скорости Мы называем это Посев пыль Дальше Мы ставим Швеллер Для того чтобы Заделать Борозду Если у нас Желаем мы Достать влагу То На сейлке Вот как Мы сейчас еще в раздумии Я не знаю Как поступить Поэтому мы будем обсуждать И кто-то что-то скажет Может свое мнение Мы планируем Если влага есть На В этом Попытаться На 12 сантиметров Посеять Ситуация такая Купили мы сейлку Очесывающую Ой Жатку Спасибо Подсказывайте Внимательно следите Мне приятно Купили жатку Пустили И приезжает Мокрика Поклон ему И он говорит Семен Григорьевич А у тебя будет жопа В смысле Говорит Не посеешь ты Я говорю Да брось ты Все же говорят Что все нормально Он меня предупредил И мы быстренько Начали осваивать Попробовали точно Ни одна сеялка Наша Которая у нас есть Не сеяла По очесу И мы начали Изгаляться Как это сделать Чтобы запустить Первое Мы взяли Базовую сейлку ДМС Первый этап Переделки Этой сейлки Мы ее перевели На 70 сантиметров Она по-моему 75 Если я не ошибаюсь Амазон приехал И говорит А как это вы умудрились Нашу сейлку Изменить Междурядей Я говорю Ну вот мы Дальше Для того чтобы Посеять Для того чтобы Посеять Мы Для того чтобы Посеять Мы ее Начали дорабатывать Мы поставили Ну как бы Вот Быстро На коленке Опробовать в один год Чтобы по очесу Можно было посеять Мы поставили Колтер от Жерарди Выставили Начали сеять Сложность такая Подъем только Через навеску Потом мы посмотрели Все равно Она забивается Не дает результата И нас было интересно Все таки достичь Результат Чтобы она могла Как-то сеять Для нас Достаточно было Посеять Хотя бы По очесу нут И мы сказали Нас устраивает 35 сантиметров Вот эта сеялка У нас Является Ну будем считать Такая Мало Используемая По выработке Она работает Через 35 сантиметров Что в ней Хорошего Ну что мы достигли Мы убрали Лишние секции Через одну Получается Вместо 19 с половиной У нас получается 38 почти Я сказал 35 То есть через секцию Выходит А здесь да Здесь через 35 Здесь же Мы вот эту сеялку Пытались Сеять подсолнечко Кукурузу У нас на такой Сделаны там Банки стоят Но это не об этом Мы сейчас О пшенице хотим У нас поют Что мы все Не можем обсудить Времени хватит Так вот Вот это Через 35 Будет сеять Сейчас давайте Мы не тратим Сильно время Коротко Колтер мы сегодня Не используем Он нам не нужен Хотя вот Они стоят И где-то Если нам интересно Мы можем придавить И он покажет Сошник Посев по колтеру И поэтому Значит Мы вернемся Вот я бы хотел Заострить внимание Укрывающие колеса Какие стоят здесь Мы сейчас К третьей сеялке Будем подходить И у третьей сеялки Вот Мечту свою Я хотел бы там Озвучить Теперь вопрос такой Скорость сделаем Разную Или на одной Предложение Не, ну на оптимальное Надо, чтобы сеял На одной, да Пусть кому-то Нужно сеять Уверенность Начнем Вот это поле Это поле Ну-то Где-то Около Десяти центеров Значит Мы можем Посмотреть По сорняку Поле Довольно-таки Ну чистое Довольно-таки Чистое Теперь Что мы Достигли Мы сделали Диссикацию И остановили Рост Сорняков Ну их Практически Здесь Диссикация Ну вот У нас Если мы Смотрим Что у нас Тут за сорняк Минимальное Количество Для диссикации Мы делали Диссикацию Не Нута А делали Диссикацию Сорняка И Что очень Удобно В связке Нут Озимая Практически Озимая Себестоимость Ложится На диссикацию Ну то есть Получается Диссикация Ложится И на пшеницу Как предпассивная Обработка И как Затраты Ну то 50 на 50 Будем так считать Можно Ну да Мне нравится Это Вот хоть в чем-то Мы Это обходим Кого-то Теперь давайте Мы посмотрим Сюда Вот это вот Поле Этот год Был Настолько Интересный Соседнее поле 20 километров Ну мы не станем ездить Поверьте на это Значит Если Это я вам сейчас объясню Да и Семен Григорьевич объясни Смотрите Тут у нас Где-то 10 центров Поближе Давало Да По 10 центров А здесь За 20 Вот Я вам сейчас объясню Вот это поле У нас по плодородию Ниже среднего Мы проверили Поближе Вот Поближе Поэтому Как бы 10 центров И осадков Практически не было Остальной нут Мы сеяли У нас 400 гектара Отсюда За 15 километров Значит Мы там В эти же сроки Следом за этим Сеяли Там у нас Вышло От 23 До 25 Урожайность Я просто Чтобы вас туда Не везти Не оставлял Сорвал Просто Вот Там и побольше Было Поменьше Вот там Один дождик И видите Какая разница И плюс Плодородие Вот И мы там Еще Экспериментировали Вот Семен Григорьевич Говорил Нам это Интересно У нас Есть там И на 25 Междуряде На 19 ДМС И 35 Вот это С 35 С междуряде Брали Значит С тройной Повторности Делали Нормы высев Одинаковые Ну по 3 повтора По 35 Сантиметров Сделали И по 25 Значит урожайность Там была От 22 1 22 2 И 25 7 25 9 Разница Небольшая Где 25 Сантиметров И 35 Практически Ну и погрешность Нут у нас Ну в килограммах Ну в килограммах Выходит 150 170 От крупности У нас он Крупноплодный Боковский Белосемянный Значит 380 420 420 Грамм Масса 1000 Хороший И урожай Нормальный Дает Поэтому Вот так С нутом Если что-то еще Интересно Задавайте Вопросы После сева Работали Нет После сева До всходов Работали Мерлин Да Есть контроль Без Есть контроль Отличается Значит Сорняком Отличается Сразу видно По сорняку Ну мы Заходили Опрыскиватели Один Просто с Мерлином Работал Потом пропускали Контроль Оставляли Без гербицида Без Мерлина И Мерлин Флек Флекс Нормально Работает Мерлин Неплохо Работает А там А там Рекомендованное Мы не превышаем И сколько Денадцать грамм Нет Сто восемьдесят По-моему Я сейчас напомню Чтоб не соврать Подождите Какой-то Мерлин Сто двадцать грамм По-моему Там бьется А У нас Расход воды Значит Кубовый Опрыскиватель Заходит На 25 гектар Считайте Сорок Литров На гектар После посева Именно по состоянию Я бы не сказал Что мало Это вопрос спорный Ну Вышли Вот Вот результат В рублях Давайте мы Вот эти детали В зале Обсудим Состояние Вот здесь Я понимаю Стоит вопрос Вы уточните Что вы хотите услышать А я вам скажу Да или нет Я в этом году Тоже работал Мерлином И оставил себе контроль И относительно Мерлина Контроль Гораздо лучше Выглядел Сам Я увидел разницу Я на следующий год Почти не буду Мерлином Пользоваться У меня Мерлин Будет контролем Вот вопрос Такой Значит Мы вот это Слышали Теперь в цифрах Можете озвучить Два раза 5 центнеров А теперь Давайте так Я когда приезжают Продавцы Приехал В этом году Ну знаменитые Есть люди Такие в области И просят Семен Григорьевич Где приедут люди С науки С Новосибирска Привезут препарат И когда начали мне Рассказывать Что это у них Не гумат А это А это у них Да золото Правильно Игорь Григорьевич Говорит Значит Мы заложили Три контроля И три посева Четыре посева Без этого Четыре без гумата И когда мы объясняем Что мы как это делаем Мы берем Навигатором Отбиваем прямоугольник Замеряем Точную метру До метра Отбиваем параллельную линию Потом приходит Тут у нас Машина стоит Манипулятор На нее вешается Бигбек И Бигбек Кантер у нас С погрешностью В один килограмм Вот такой вот Если кто-то пользуется Кто-то в курсе Значит Нет Значит могу подсказать Очень удобно Комбайн по кругу подбегает Машина стоит Уже Стрела выдвинута Он подъехал Подвели Выгрузили Пока взвесили Пока записали Пока высыпали Комбайн В следующий раз приходит Мы делаем эксперименты Ну наверное На этот год Игорь Григорьевич Я говорю Я тебя наверное уволил 70 70 В этом году Хочет по пшенице Заложить То есть Вы представляете А здесь Не так это много Мы делаем Тройной повтор Вот он сказал Если вы услышали Или нет Приезжают люди Говорят Давайте Демпосев заложим Я говорю Давайте И мы берем Один сорт Гибрид Который нам нравится Кукуруза И закладываем его Он дает От 48 До 50 8 центеров Погрешность Одного гибрида Вот в одном участке Вручную Выломанный То есть И когда мы Тогда это увидели Мы сказали А мы теперь Должны закладывать Не один Замер А должны Три И вот На каждый замер Представляете Мы в прошлом году Закладывали Нут У нас Константин Игорьевич Нам задачу поставил Потом он сказал Ну это чисто Кандидатская Значит Мы не доработали Сил не хватило Он еще говорит Давай еще с микроэлементами Мы заложили Три вида удобрений Даже Под нут Взяли Касса Насыпали Туда Попробовали То есть НПК Селитра Амофос Ну от потолка Ну решили Вот от противного Как Зеленский Николай Андреевич Говорит Эксперимент должен быть На грани На грани Безумия Вот считаете Это безумие было Заложили Посмотрели И сделали И мы на каждом участке Делаем по три замера То есть Посев Селка делает Двадцать экспериментов К примеру будет А убираться будет Шестьдесят Плюс Добавляем еще половина Это контроля будет Столько же Ну вот при двадцати Ну понимаете Тут около ста Мешков нужно будет убрать Поэтому Игорь Игорь говорит Все хочет Ну я говорю Игорь Ну рук не хватает Он говорит Я гарантирую Мы это сделаем То есть И вот теперь вопрос Стает такой К вам Не не конечно Нет вы что Как же я без него Сколько вы делали Контроли И тогда Причина в чем А теперь вопрос Такой Вот мы подходим И вы даже не представляете Настолько вот мне не нравится Вот этот нут Первое я говорю Вот на тапочку Я считаю Что это норма Допустимая посева нута Мы высеваем нут Ну дело в том Что мы занимаемся Семеноводством С Константин Игорьевичем Семеновым Вот у нас участки Были здесь Демонстрация была Ну уже его там Засеяли Мы оттуда начали сеять Так вот мы высеваем Допустим Вот растение Видите И берем растение Вот Более неудачное Но она неудачная Ну мы жертвуем этим И начинаем считать Урожайность получается одинаковая Если мы берем Вот я как бы Пучок вырываю Вот смотрите Ну вот И берем вот это растение А теперь вот смотрим Когда продавец семян А мы заинтересованы Продавать как можно больше И когда предлагают Миллион нужно посеять Смотрите Вот растение Вот урожай один и тот же А теперь проблема комбайна Вот это нужно убрать И вот это убрать И вот посмотрите Высоту бобов То есть урожай один и тот же А у меня такое ощущение Что вот тут урожай Мы не добрали То есть мы готовы пожертвовать Каким-то количеством Недобора урожая За счет вот этих Неудачных растений Но средств сделать повыше Поля у нас не совсем удобные Поэтому это сложно Давайте мы сейчас У нас время идет Обожди Еще не досказали Загумат А мы не закончили Да Золото Мы попросили приехать на уборку Загумат 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 Он звонил Я звонил Приезжайте Ну они глянули Что Тройной повтор Все по это Говорит Да мы позже Позже Мы звоним Говорим Ребят Ну мы убираем Убираем Убрали Приехал человек Который нам рекомендовал И мы ему показываем Свои данные И он говорит Да я тоже делал У нас на 0,5 Разница Везде Сыграла И в контроле Короче Гумат Нет Гумат Дал 0,0,1 Минуса Да Минус работал По сравнению Это арифметически А у нас Получилось 0,4 Короче Не работает Гумат Пока Как профессора Всегда говорили Пока растения Не накормишь Гумат Ничем не поможет Касс Нет Теперь по поводу Касс У нас Константин Игорьевич Говорит Не давайте Касс Но мы же На безумие Приходит Ну у нас же Как не мы Только руководим И нами руководят Механизаторы говорят Вот глядите Как пшеницу дали Прибалку получили Давай в касс Ну и проехали По всем полям По чуть-чуть кассы внесли Лучше бы не смотреть Значит Я вам Комбайн там не убирал Где кассом кормили Получилось кассом Где проработали Там где не работали Развивается Отлично Прекрасно Касс тормознул Развитие в дребезги Ну и короче Когда подошла уборка Ну нет Сорняк там Забило Он дал кущение Вот отсюда Типа как вот Пшеница кустится Он дал Зелень сильную И завязи нет Лучше туда Нигде Слушать людей Которые советуют По всходам По всходам Так давайте Давайте до селки дойдем Ну лучше Азот Не давать Нам вопрос И все Давайте задавать Чтобы не уехать Клубеньки вносили Еще раз Да Вносили Что спасибо Я вам ребятам Отдавал Клубенька Я прошу прощения Тут Так Ребята Так ребята Не отвлекаемся Если интересно Кому-то Давайте так Вот Технология Питания Технология питания Можно я Когда мы будем выступать Я там Интересные вопросы Подыму То есть Если интересно Ручку И листочек То есть Это не просто так Это вот Вы приходите сюда И задарма Получаете информацию Кто Есть Кто Пришел С карманами Тот набрал А кто без карманов Пришел Уехал С пустыми руками Я не знаю Я тогда Задаю вопрос Выходя Я тогда Спрошу Покажите В смысле Сколько Да Но дело в том Что приезжает человек И говорит Я хочу с тобой пообщаться Приезжает А я говорю Да извините Мне времени Но я хочу Ты знаешь Сколько времени Будем общаться А потом приезжает И говорит А вы знаете Потапова не переслушаешь Он как начинает Рассказывать Как начинает Рассказывать Теперь Это не смешно А теперь Послушайте дальше Кто приезжает А я задаю вопрос 15 минут Бесплатно Все остальное За твои деньги Чтобы он тогда Сказал Я был у Потапова Четыре часа Столько бабок Потерял Пустую Посмотрим Имея сейлки Опять я поклон Мокриков Что он предупредил И заставил Нас думать И вот после этого Так И после этого Мы решили Найти способ Подобрать Агрегат сейлки Тот который Сможет посеять Почесываю Вот эта сейлка Это наш Ну не конечный результат А промежуточный Результат Потому что завтра Мы надеемся Еще что-нибудь Будем использовать Так вот Зайдя Сеять Так вот возьму Без микрофона Одно поле Спалили 40 центеров Было озимое Очесывающее Было убрано Не смогли Посеять Но было Еще два поля Мы успели Сделать Вот ту сейлку И той сейлкой Мы посеяли Частично После этого Мы распределили Распределили Ну у меня Творческие люди Работают И они Изъявили желание Вместе рядом со мной Вот у нас Андрей Антон И вот у Антона Ну как бы Каждый изготовил Свой сошник Есть что? Нет Значит Значит вопрос такой Сейчас я объясню Почему Антона Значит Сложили сошник Сделали Зацепили на МТЗ И начали искать место В каком месте У нас Сошник Не пойдет Везде Вот Антонов Ну его Комплектацию Но он может Как бы Сказать там Пару слов Ну Комплектация Была не совсем Моя Скажу так Начали Краткую предысторию Как мы пришли К этому сошнику То есть Было Дисковые сейлки Однодисковые Двухдисковые Дефазные Пробовали Все В итоге Пришли Канкеру Зацепили Как Семен Риорич Гарит за Беларусь Сварганили Вот такую Железяку Поехали кататься По болотам По дорогам В итоге Увидели Хорошо И Как говорили Есть у нас СМ большая Малая Представлены Вот ДМС Которая без изменений В итоге Получается У каждой сейлки Есть свой плюс Есть свой минус И мы попытались Все эти плюсы Собрать в одну сейлку Грубо говоря Собрали свою сейлку Которая была им большая И вот там У нас получился Удачное Прикатывающее колесо Которое Вот Андрей Стоит С ним Мы много ругались И пришли В итоге К тому Что нас устраивает Анкер Который должен Идти За колесом За диском Который будет Разрезать Поржневенные остатки Вот он представлен У нас Вот здесь С краю Стоит Одно колесо Которое с диском Это как раз Это как раз О чем Семен Григорьевич Рассказывал Нашли мы Ну не сказать Что прям Убрали эту проблему Но появилось Как бы Огонек Который нам Понравился Диск Разрезает Остатки Пожневные И анкер Прекрасно За ним идет То есть Здесь Нет такой надобности Один диск оставили Остальное Как видите Все прекрасно идет Сейлка не гребет В итоге получается Что анкер У нас идет хорошо С диском Идет хорошо То есть Даже здесь Представлены Вот как видите Колеса разные Прикатывающие Так ты антон Ты кусок либо мой Можно ли Хорошо То есть Все ладно Так я Немножко Антон Вопрос такой Антон Это Упустил свое Достоинство И ушел в чужое Значит Основное было Мы сложили Конструктор Все правильно Мы взяли На вот такую Секцию Вот мы Создали Вот это Сами Потом взяли Вот те два Опорных колеса Он видите Там Вот посмотрите Хорошо Здесь удачно Мы стоим Опорное колесо Впереди Но Анкер Стоит впереди Где-то Сантиметров На 30 Значит Он не дает Эффекта И он забивается Если эти два Опорных колеса Развернуть углом И выдвинуть Вперед И чтобы с анкера С носа Снимал Пожневные остатки Вот Ну будем считать Арифметическое Которое там Сварил Антон У него Это удалось Теперь вопрос Правильно он сказал Что мы Когда попытались М большую Сделать Сеялку Она не пошла Сеять То есть Правильно он говорит Мы хотели В один Сошник Поставить Все вместе Теперь Мы взяли Сеялку Бурго 8811 Там она стояла С лапами Если кто помнит Мы с нее Сняли лапы И Заказали Вот эти стойки Готовые Ну то есть Рук не хватило Для того Чтобы изготовить Ну то есть У нас нет Таких мощностей Мастерской Которая может На таком уровне Делать Мы увидели Что вот этот Сошник Близкий к нашему За исключением Здесь не хватает Вот тех двух колес То есть Если бы еще Поставить Вот сюда Два колеса То совсем бы Это Ну попробовать Еще надо Не сказать Что мы счастье Получим А нужно еще Это попробовать То есть Теперь Вот этот В чем Изюминка Этой сеялки Вот эту сеялку Можно сеять Доставать влагу Она может Вот посмотрите Вот затоптали Уже наверное Ну давайте мы Сейчас посмотрим Вот если Представляете Геометрию Борозды Давайте Не копать Посмотрите Игорь Игорь Положите Какая глубина Борозды Вот здесь Где-то Мы можем Создать борозду До 5 сантиметров Если мы Дадим скорость Большую То есть До 15 километров От 12 до 15 То здесь Мы выбиваем Борозду В 5-7 сантиметров То есть Земля Верхняя Сухая Улетает В разные стороны Зерно Ложится На 12-15 сантиметров То есть В сырую Землю И мы получаем Сходы Вот эта сеялка Может это делать Теперь Если кто Может рукой Попробовать Усилие Мы имеем ввиду Что если есть Влага И влага Глубоко Но влага Находится Допустим На 8-9 сантиметров Ну это может Она и лечь Может не лечь Мы гарантированно Загоняем ее На 12 сантиметров И над семенем Остается 5-6 сантиметров Полусухой земли То есть получается Влага Находится От поверхности На 12-15 А до выхода Вверх У нее остается 5-6 сантиметров То есть Вот эта сеялка Не имея Вот я Андрюше Попросил Чтобы он Вот это Снял Ну чисто Для демонстрации Он Это было Не демонстрация Это был Рабочий посев Поэтому он Это не придал Значения Когда мы Заказывали Вот эту опцию Мы заказывали С анкером Это для того Чтобы если будем Идти по подсолнечку И подсолнечек Как он начнет набирать Мы будем Ставить колтер вперед И по кукурузе Мы кукурузу Убираем Снимаем Измельчитель И у нас кукуруза Стоит вот такая После уборки То есть початок Собираем Это все Если что-то где-то Особенно на краевой Прикатанное Она начинает грести Вот эта сеялка Не гребет Дальше Здесь В виде прикатывающего колеса Здесь есть Несколько моделей Узкое колесо 25 Давит Когда влага устойчивая И мы работаем Ну вот к примеру Достаем влагу И говорим Давим на всю катушку Там 50 килограмм Давление Очень большое Здесь Не имея такой влаги Мы для начала Поставили Минимальное Усилие Убрали Нажим на пружину Защита От срабатывания Камней Стоит вот эта пружина То есть секция Выскакивает Не травмирует Колтер Анкер Колтер Катится впереди На секцию Идет давление Два человека Не могут поднять Анкер Колтер Ну то есть сил не хватает Но это 200 килограмм Где-то 200 могут поднять Но здесь просто неудобно Мы для образца Поставили Спереди Один Оставили Ну чтобы как бы Видеть Здесь мы оставляем Опорное колесо 25 75 Колесо 75 Еще есть Колесо Атмосферное Которое Накачанное Которое Сдавливает С тебя грязь Но мы его не взяли Решили Что нам этого дали И ставят елочки Елочка Мы поставили Вперед елочку И назад елочку Вот посмотрите Вот елочка вперед Видите Ни одного растения нет Елочка назад Наматывает Но это дает Жесткость Что мы хотим На выходе получить Теперь вопрос Стоит такой Вот там Если будет набиваться Сегодня Вечером Когда зашли 3 сантиметра Вчера работали У нас дождь Был где-то в пределах Я не знаю Кто помнит От 5 часов Наверное До 7 Проходил дождь В это время Сеялка работала Не останавливаясь Вот это Единственное Нужно было Вот сегодня Андрей Андрюш Ты регулировал ее сегодня? Ты заглубил Вот смотрите Заглубил по той причине Что она Начала вымелять Анкер Сейчас Опорные колеса Наматывать Начали чуть-чуть Заглубили Пошли Да И сейчас Надо будет Перестраивать Сеялку По новой Ставить на место Либо оставлять На этой глубине Дело в том Что мы Возможно Пойдем дальше Будем работать На более глубокой Борозде Чтобы достать влагу Теперь Вот Можно Заменить Опорное колесо У нас Есть идея Поставить Елочку Чтобы она Снимала Грязь Но это будет Допустим Эта идея Как бы Некорректна А говорит Того чего Мы еще Не сделали Дальше Мы Взяв Эту сеялку Цель была У всех Зайти Как можно Раньше То есть Эта сеялка Может В любую Грязь сеять В любую Трактор Лезет по грязи В прямом смысле Лезет Трактор По грязи И мы Вот Поверьте Человеку То есть Этот человек Вот тут Убирал нот Вот тут Он сеял И сейчас Он продолжает Сеять То есть Это вот Ребята Которые Ну как бы В активах Занимаются Всеми моими Этими Ну как Они меня ругают Критикуют Им не нравится Когда Нужно что-то делать А делать это Интересно А потом Они еще говорят Наши Глядите Как удачно То есть Теперь вопрос Стоит такой Когда мы Посеяли кукурузу Игорь говорит Сколько дней Она у нас сходила Двадцать Сходила Теперь я задаю Вопрос К агрономам А нужно ли Сеять за двадцать Дней До посева До оптимального Срока посева Классика Земля Созревает Гораздо Раньше Ну это особенность Классической технологии И будем считать Что мы Здесь Ну я как представляю Нулевщика Значит Нулевая технология Этим проигрывает То есть Мы не можем Получить Ранние Всходы То есть Теперь вопрос Стоит такой Лезть Мы проверили В прямом смысле Ну Сеяли Вот Где было сказано Мерлин Мерлин Флекс Вот на этом участке Ну ребята знают По грязи лезли По грязи лезли Настолько было грязно Потом прошли Дальше спуск Уже трактор не лезет Вот этот трактор Не хватает Ему тянуть Сеялку Или Каким мы сеяли Вот этим трактором И девятку тянули Вот девятку Он не потянул Мы бросили это поле И ушли Через несколько дней Вернулись То есть Это грязь была И когда мы смотрели По урожайности Комбайн показал Одинаково Организатором Данного мероприятия Является Крестьянин Территорию Нам не доставил Музей В чем я сильно Ну как бы Благодарен Что мы уже попали Мы уже находимся Здесь Я надеюсь Что нас Проинформируют По музею Будет Значит Хотел бы я Немножко Как бы Истории В двух словах Родился я В Краснодарском крае В данной территории Мои предки Тоже жили Видел я Технологию Краснодарского края И живя здесь Начал я Заниматься Своё предприятие Начал еще До того Как То есть Еще был Советский Союз Я По доллару Купил Трактор Еще землю Не давали Это был 89-й год И вот С тех времен Я активно Занимаюсь Хозяйственной Деятельностью На земле И Видя Урожай Краснодарского края Ну первый Я еще был Маленький Маленький Я родился В Краснодаре Приезжаем В Чердковский район С трассы Мы слезли И С матерью И идем А сестра Там работала По распределению А я Приехала Я говорю Наташа А для чего Вы Пшеницу Карликовую Сеете Она говорит Не поняла Я говорю Ну это ж не пшеница Это ж Она говорит Не поняла А какая пшеница Ну вот такая Ну я же как видел Краснодаре То есть я был Морально Не подготовлен Что есть Разные территории И разные Растения Одного и того же Видом Так вот Мне захотелось Повысить Что-то И я С первых дней Не использовал Плога У меня была Ну я сам не агроном Хотя Окунулся В аэронобию Очень так Затянула меня Эта деятельность Так вот Я искал пути Как сохранить Влавы Безотвальная Обработка Плоскорезы Чизельные Цель накопить Влаву На сегодняшний день Если Внимательно Вы посмотрите Я не стал Как бы сравнивать Классическую технологию И технологию По нулю Значит Если прошел дождь То Он решает А не технология решает Мы это уже знаем И не будем говорить Что это дает Но Сама технология Дает Ну вот Возьмем Вариант На классике Кто работает Он говорит Я бы задисковал Да посеял Мы сегодня Вот выходя С поля Зашли И посмотрели Сходы Зимой пшеницы Ну не должна Она была Взойти С июля С июля месяца Ни одного дождя Суховеи были Страшные Вчера было 1 сентября Шесть человек Детей упало В оборок То есть Настолько Тяжелое Сегодня у нас Благодать у нас Такая Дождик прошел То есть Горело все То есть Я вот с соседями Советское Разговаривал Они говорят Ну выдуло Прямо Неимоверно То есть Выдувал То есть И вот при этой ситуации Я не скажу Что это безысходное А зимой у нас Мы получили 35 Ну мы Получается Не дотянули До средней районной Можно так бы Как бы Сказать А если зайти С другой стороны То Я не знаю Есть у нас У агронома Данные Сколько зимой Убрано По припашке А сколько По парам То есть И когда Вот эта циферка Сразу встанет То получается Я вгоняю Средней районной Показатель За счет того Что не имею паров То есть Вот здесь Получается Дело в том Что Из истории Перейдя на ноль Я надеялся Работать без удобрений Ну мне пообещали Дисковый сошник 5 сантиметров Пожневных остатков Влага Раскопала черви Там ползают В середине лета Вот я проработал Сколько лет Ну не только Я проработал Я не вижу Что у кого-то Сейчас ползают черви Хотя весной Мы выдерываем Под солнышкой Там 4 червячка Сидит По весне То есть Они работают Но это не В это время Поэтому Идя Поиск влаги И мы Немножко Смогли И достичь И поймать Вот эту влагу Не воруша землю И ключевой был вопрос Каким агрегатом Это можно сделать Земля очень твердая Сошник не идет У нас Мы называем эту землю Это абразив Есть участки Ну более-менее Структурные Там С черноземом А есть такой Участок Если весной Заходишь Глыбу Выбиваешь Верхняя часть Молотком Бьешь по ней А внутренняя часть Кисель Тянется Влага То есть Но когда мы туда Заходим по нулю Переводим это поле На нулевую технологию 3-4-5 лет И Прекрасно там работаем Подбираем Сошник Подбираем время посева Культуру И мы даже не замечаем Что это там есть Такое поле Ну назовем так Что база Ну мы туда не поехали Я не столь важно Поля объезжать Значит Берем поле А мне супруга говорит Да там же ничего не родить Зачем брать А у меня правило такое Я беру всю землю Ту Которая свободна То есть я использую Ресурс нулевой технологии Для того чтобы Обработать Ну плохие земли Как говорят Которые не хотят брать Я готов на них работать Так вот На тех полях Которые я потом вспоминаю 30 Пшеница там дала То есть если бы мне кто-то сказал Или я кому-нибудь сказал Что можно получать 30 центеров Мне бы не поверили То есть Абразив Культиватор туда не лез Т-150 Т-150 На третьей передаче С чизельным плугом Шел Повыбивал Вот такие комки Это просто взрывал поле Она уже была Все потресканной Вот так То есть он просто Эти катки выкатывал Ну представляете Он идет на полном ходу 2-3 Шел с чизельным Заходит нормальную 2-1-2-2 Ну если кто-то Представляет Технологию Ну я как бы вот Перевожу на доступную Что можно будет И Имея 15% Азимных Всевовороте Мне стало стыдно Ну экономика Не позволяла Больше посеять И мне стало стыдно Сеять И я начал добавлять Удобрения И как только я начал Давать питание У нас Всевовороте Азимных Выросло Ну перевалило За 30% Работа На земле Мне интересно Было искать Бобовые Мы сеяли горох Хорошая культура Но что-то нас не устроило Очень мечтали И зашли Работать С СОИ СОИ убрали Тут товарищ есть Спасибо ему Что он мне давал И тут Хотел ее работать Получается такая ситуация Делаю замер Вручную Одиннадцать Тринадцать Пятнадцать Центеров Она дает На метре квадрата Комбайн заходит Три центера У нас СОИ Ложилось на земле И она не подымалась Я бы готов был Все эти И мы начали искать Бобовую культуру Я пришел К ноту То есть Одна восьмая часть У нас идет нота Мне задавали вопрос Чередование нота Константин Ильич Как бы Говорит что нужно Там реже сеять А у нас получается Где-то мы повторяем Третий Четвертый Потому что поля На которых Вот это поле Считается Технологичное поле А есть поля На которых Невозможно Сеять ноту То есть И то на этом поле На Алексеоне На комбайне Барабан Ротора Барабан Правый То есть Комбайн сам Сейчас ребята Вытацкли То есть Камень поймали Вот такой камень На поле лежал И мы ходим Если там где-то Какой-то камень А есть поля Которые невозможны Плюс к тому Что мы начали Анкерной сирилкой Работать Мы начинаем Корчевать камни То есть Вот Алексей Олегович Был Объезд полей Был Стоим на краю поля Я взял поле Три года работаю На поле Даже не представляете Стоим на краю поля Подходит Николай Иванович Руководитель хозяйства Наебается И вот так Раз И поднимает Ворону Одну Вот представляете Посев подсолнечника Три года Мы там работаем Мы не видели Что там лежала Ворона Дисковый сошник Он дает преимущество Он сверху Все придавливает То есть И мы по вороне Проездили Не видели Ее Она в пыле лежала Не видели Что она есть Она как-то Видимо смыла Там показалось Она из земли Где-то на краю Сепка стояла До меня еще И эта ворона стала Так вот Здесь мы корчуем Камни Здесь Сложность Появляется Больше Теперь Интересный Был вопрос Здесь Конечно Будут Много Обсуждений Хотелось Бы Рассказать Назовем Так Что Я бы хотел Немножко Уйти В сторону Питания Мы Начали Делать Внесение Ну Работаем Мамофосом Основным И Азотом По весне 150 Килограмм 150 Вышли На 150 Килограмм Мамофоса До того Как он Стоил 45 рублей Когда он Сейчас стоит 60 рублей Не знаем Что вносить Мы В основном В этом году Смогли Оборудовать Сейлки И Весь посев Мы Вытянули С внесением Удобрения Небольшую Но Ну Давай То есть У нас Раньше Работало Удобрение Только Подозима Для того Чтобы выйти На 30% Всего Оборота Ну То есть Чтобы она Была Экономически Эффективна И Работали По ноту В этом году Заложил Эксперименты С удобрением Мы Закладывали Вот я уже говорил Константин Игоревич Дал задание И мы Это задание Выполняли Мы Закладывали Контроль Без удобрений Контроль С разными Удобрениями НПК Мамофос И разными Нормами 50 Сто Там 150 200 300 Килограмм И вот Это было Задание Чисто Константин Игоревич А дальше Мы Туда дальше Делали Уже Романенко Добавлял Игорь Игоревич Он Вносили Мы До 300 Килограмм Мамофос В этом году Ну Во-первых Не увидели Прибавку Между 100 И 300 Никакого То есть Мы делали Стройный Повтор Теперь Если кто Внимательный Постарайтесь Услышать Мы делали Схему 0 0 0 1 0 Это означает 0 Это нут Без удобрений Пшеница Без удобрений Нут Без удобрений Пшеница С удобрением Наоборот Но С удобрениями Пшеница Без удобрения Так вот 2 0 Если удобрения Не даем Дает просадку Урожая Если мы Вносим Удобрения Либо Под пшеницу То есть Либо под нут Либо под пшеницу А зима Одинаково Отзывается То есть Вот именно Удобрения 100 килограмм Там 80 100 килограмм Достаточно Для того Чтобы пшеница Дала Более-менее Урожайность Увеличение Либо мы Не сбалансировали Все удобрения Но у нас Был вот этот Просадок То есть Для нас Это интересно Теперь Такой вопрос Какие культуры Для нас Эффективны Для нас Мы Опробовали Там Больше 10 Допустим Культур Вот на этом Поле Была Чечевица Неплохая Культура Нишевая Можно было бы Работать Но вот Рельеф Этого поля Не позволил Ее Убирать Значит Там Можно было Заходить Покупать Флексию Лежатку И на ней Можно было работать Но Может мы В будущем Будем В том направлении Идти Но мы туда Не пошли То есть Там было Чечевица Озимая Кукуруза Подсолнечник Озимая Если мы смотрим Какие культуры У нас Более эффективные У нас Как всегда Эффективная культура Подсолнечник И озимая Значит Нравится нам Кукуруза Но настолько Она заманчивая И когда Мы закладываем Эксперимент И она бывает 70 центеров Дает При норме Высила В 30 тысяч Но был Такой Как и у нас Сюрприз То есть Сеялку Отрегулировали Ну что-то там Напутали И когда сделали Не проверили Посеяли Ну безалаберно Делали Но эксперимент Заложили Уборку сделали И она Умудрилась Дать 70 центеров На пике Это Пионеровская Была Кукуруза Такая у нас Хотя И импорт Хорошо Тогда Не только Этот сорт И вот У нас Стоит вопрос Какую культуру Ну когда мы Берем И убираем 12 центеров Кукурузы Тогда Понимаем Нафиг Мы это Делаем В этом году Люди Начали Сеять При вот Этой Непонятке С семенами Начали Сеять Проса Начали Соро Сеять Заходить В это Направление Заманчивая Была культура Лен Пришел Лен У нас Давно Его Пробовали Понемножку Выращивать Потом Эти люди Бросили Это дело И пришло Массовое Посев Лена Ну я Туда Вошел Весь район Перестал Его сеять Я еще Два года Продолжал Сеять Получав 4-6 Центера Лена Я думал Ну когда-то Что Он вернется На 8-10 Хотя бы И вот Когда Сейчас Вторая Волна Лена Пришла И сейчас Многие Сеют Лен При хорошей Ценовой Политике Которую На него Сложили Я не стал Туда Опускаться Думаю Подожду Чуть Больше Чуть Подду Так вот До 4 Но С другой Стороны Для меня Вопрос Стоит Выбор Культур Каждый Выбирает И моделирует Свою ситуацию Для меня Стоит Вопрос Кладов У меня Тресвор Танута Их нужно Куда-то Распределить Плюс Это Участки Размножения Они еще Должны Быть Распределены И Стоит Вопрос Можно Добавить На 3 То есть Количество Культур Для меня Как бы Вот этот Участок Выбора Культур Подошел Теперь Эффективность Внесения Удобрений На какую Культуру По Крузии Я не Буду Судить По зимам Прибавка Урожая В зависимости От азота Мы работали Кассом Давали До 400 Но на Малых Экспериментах Прибавку Дают Пропорции У меня нет Но сколько Дают Конкретно Вот По нуту Мы Просчитали Четко 3 центера Дают Удобрения А теперь Если посчитаем Так Что у нас Сейчас На басках Пшеница Стоит 7 рублей 8 Наверное Я не знаю Сколько Сейчас До какого Уровня Будут Опускать Ну На Новороссийске Стоит 41 С НДС Без НДС Откинем Ну 35 Он где-то Должен 34 Здесь Прибавка Урожая Что на Пшенице Что На нуте Дала 3 центера Теперь Дельта Прибавки Финансовая Является 1 к 9 Ну В 3 раза Ну То есть Там 3 А там По цене Если цена На пшеницу У нас В 3 раза Меньше Получается Для Сейчас Я Для себя Стратегию Выстраиваю И когда Я думаю Где сколько Внести Удобрений Я говорю Я лучше В нут Внесу Удобрения Получая Прибавку Плюс К тому Когда Я только Что говорил И Вот То удобрение Внесенное Весной В нут Оно Практически Один в один Работает По азиму То есть Здесь Вот Как бы Два в одну Ложится Вот в это По поводу Сеялки Основная часть Ну как бы Я Хотел Этот вопрос Мы работаем В сейлке И надеемся В этом году Мы оставили Уже вернулись Говорю Спасибо тебе Я опять Подсказал По отчёву Оставили отчёв Будем пробовать отчёв То есть Ты услышал Да Если получится Мы приглашаем Тебе Ты Наш Путев Путеводитель В этом направлении Будем пробовать Дорабатывать Эти сошники Может что-нибудь Ещё Ну то есть Теперь технически Хотим попробовать отчёв Мне хочется Использовать отчёв У нас снег У нас пыльные бури Вот и наехало Откуда Ехали С Морозовск Говорит Бахчан И на Бахче Фотографию Вот так торчит От арбуза Всего лишь То есть Замело То есть Представляете Бахчань Весь арбуз Пески В земле То есть Сдувает С паров Где на парах Где эта земля То есть Для нас Есть снег У нас Мы надеемся Что он будет И нам нужно Чтобы снег Оставался на полёх Как можно дольше И вот Вопрос стоит По поводу отчёса Отчёс есть Немножко Но мы оставили Если будет получаться Значит Будем расширять отчёс Значит Жатка Немножко нам не нравится Но мы будем Что-то искать Другого Значит Она Как у влажной зерна У нас Резко переходит Ступенчато Прямо Вчера было 17 Позавчера Было 24 Заходим Убирать 12 То есть И когда начинает Влага Быстро Отдаваться И она Переходит За 12 Начинают Большие Потери У нас Либо мы Неправильно Настраиваем Жатку Либо Будем Подбирать Другую Отчёс нам Нужен И в том направлении Есть работа Я бы Хотел Пообщаться С теми И Выслушать Тех Как работать С отчёс Жатка То есть Я думаю Ну давайте Так У меня Будет Идея Следующего Года Если мы Сможем Одолеть Сейлками Отчёт Значит Тогда Будем Разговаривать Отчёс Жатки Конкретно Я планирую Разговаривать У каждого Свои наработки Я видел У людей Стоят И люди Работают И никто Не говорит Что это Плохо Из тех У которых Я видел Теперь Вопрос Стоит Такой По поводу Формирование Металла На Метр Погонной Жатки Я покупал Ну я Из опыта Я стараюсь Матрицу Рисовать Чужую И примерять Ее на себе Мне Пришли Сейлки Три Сейлки Джандиры С Америки И В одной Тоже Сейлки Вот Такую Горст Кукуруза Американская Пришла Контрабанта Сколько она стояла Неизвестно Мы ее высеяли На поле Она как-то коряво Сходила Ну дело не в этом Так вот Я к чему говорю Что эта сеялка Непомытая Пришла к нам И на ней стояли Цепи Несменные Значит Норма высева Стояла 80 тысяч В нашей зоне Вы услышали Мы сеем Достаточно 30-50 30 для того Чтобы получить урожай 50 для того Чтобы накрыть землю Тысяч на гектар А там стояло 80 тысяч Две сеялки На 76 было Сантиметров Там дюймовые А это было Больше 90 Ну опять 80 тысяч При 90 сантиметрах И тогда я задался вопрос А почему И вот Видя вот это Видимо на поливе Или еще как-то То есть это сказали Это Дельта между Количество посеянного Есть люди Которые сеяли Через 2-10 кукурузов Это означает Если большое количество Посева То сеялка отбивается Если Малое количество Посева То Влаживать Сеялку Нет эффекта Но эффективности Нет Влаживать Если она работает На 50 гектарах Тогда выгоднее Посеять ее Абыках Ну будем считать Не Абыках Неправильно я сказал А посеять Более изреженные Редкие Чтобы стояли Более редко И недополучить Какую-то долю Урожай Ну кто понимает Зависимость Недополучая Урожай С 20 гектар Или Недополучая Урожай С 10 тысяч Если допустим Вот у меня Сеялка 24 ряда То это Большая сеялка Рассчитана На большие посевы Мы ее взяли Но мы ее На наших полях Не смогли Загрузить Ну то есть Я заказывал Сеялку 16 ряд А мне сказали За это же день И тебе мы можем Привезти 24 ряд Ну Типа такого Так вот Если бы я покупал Эту сеялку Новую Она бы у меня Была не окупаемая То есть Потому что Она не загружается На этой площади И вот здесь Стоит вопрос Такой Когда мы Увидели результат Ну то При разной Ширине То есть Загоревшись В этом Мы решили Ну давайте Мы попробуем А зиму Тоже Начинать Разрывать В посеве То есть Мы в прошлом году Решили сеять больше Но эффекта Не получили Прибавки урожая То есть Мы решили Заменить Даже была у нас Такая идея Заменить удобрение Повышенной нормой Азима То есть Мы посеяли Пять с половиной Миллионов Но не дали Удобрения Внесли Пять с половиной Миллионов И удобрения Дали Ну посмотреть Зависимость То есть Увеличение Нормы посева Не дало Прибавок урожая То есть Вот как бы В этом Теперь мы стоим Вопрос Если мы говорим О сеялке Эффективности Работы А сейчас Эффективность Боюсь Что будет Очень Сильна Когда в прошлом году Мы в декабре Собирались В Ростове И Увидели Ну там Заслушали Сколько удобрений Внесли При посеве Азима То в Ливский район Удобрений не внес Было сказано Так Северообласти Пятьдесят процентов Внес Было Фактор Эффективности Шестьдесят тысяч Амофос И Четырнадцать Рублей Пшеница Амофос Когда вырос С сорока Рублей До шестидесяти Северообласти Перестал его Вносить То есть Он стал Неэффективен Прибавка Дельта Прибавки Не перекрывает Стоимость удобрений За исключением Что удобрение Работает два года Так вот Если мы Увидим Стабильность Цены На Азима И на подсолнеч То что сейчас Заявлено Боюсь Что обновление Техники Придется Кое-кому Туда ближе К Ю Переходить К завершению Покупки Красивых Новых Нового Оборудования То есть Это Хочу на позитиве Сказать Что я надеюсь Что мы сможем Удержать Эффективность Наших Хозяйств Изменяя Какие-то Процессы Так я Наверное Все Если Какие-то Вопросы Я Там Есть Вопросы Семен Григорьевич Голод Сложных Удобрений В основную Основная Ваша Работа Что По луку При посеве Значит Мы работаем Мы пытались Смотреть Я не вижу Большой разницы У нас Процент Если мы Говорим О трех Центрах Прибавка Урожая То Разница Между Удобрениями МПК Мафос Не увидели Нам Хотелось Попробовать Эффективность Комплекс Калий Как Работу То есть Руки Еще Не дошли В этом Году Не знаю Получится У нас Это Сделать Или То есть Разница Между Удобрениями МПК Мафос Не столь Велика Понял Понятно Значит Мы Закладываем Эффективность Видим От 80 Килограмм 52 Мафос Я Беру По верхней Планке 52 Мафос МПК 16 16 16 Мы Немножко Добавляем Выше Не 100 Килограмм Допустим 120 По Мафосу Чуть Чуть Мы Проваливаемся Значит Мафос От 80 Килограмм Мы Ниже Не опускаемся Ну Непонятно Будет он Работать Или нет Хотя Сейчас Уже Я считаю Необходимо Есть Эксперименты Закладывать На низкие Нормы Удобрения Смотреть Насколько Они будут Дельту Прибавки Финансов Давать Есть Еще Вопрос Сколько Прибавки 80 Килограмм Мафос Сколько Я Звучил 30 Килограмм Мы Видим То есть Получается Абсурд 100 Килограмм 200 Килограмм 300 Килограмм 30 Килограмм А Знаете Такой Вопрос Вы Не Пробовали Не Затумывались О Других Формах Фосфора Потому Что Ведь Мы Все Живем В Определенных Слоях Не Об Где Аммофос Является Ну Крайне Неэффективным Удавлением Силы В Хим Формулы То есть Водорастворенная Форма Не Затумывались Давайте Так Я Этот Вопрос Не Стал Говорить У нас Знаете Сколько Много Интересного Мы Могли Побеседовать Вы Должны Сегодня Все Увидеть Болебочку И Увидеть Закладывание Жидкого Аммофоса То У нас Уже Завезен 50 Тон Аммофоса Жидкого Мы Хотим Оставить Немножко Для Нукта Жидкого Аммофоса И Сделать Проверку Заложить Посев Азимных Жидким Аммофосом Я не стал На поле Это Говорить У нас Много Чего Такого Интересного Есть Такая Идея И мы В этом Готим Заложить Опыт Между Городом Аммофос Это Что Жидкие Аммофос Это Азот Азот Нам говорят Что Люди Уже Работают Могут Они Рассказать Не скромничать Какие Результаты Дают Жидкие